В Покровском храме деревни Кикино Дмитровского района состоялась первая божественная литургия, посвященная церковному празднику Дню Ильи Пророка. Ее провели благочиной Дмитровского церковного округа Афанасий Черногус и настоятель Покровского храма Петр Еронов. В службе приняли участие прихожане церкви и гости из Дмитрова. Любопытно, что в этом восстанавливающемся храме один из двух пределов алтаря носит имя святого Ильи. Множество народа мы сегодня собрали для того, чтобы совместно помолиться, во-первых, благодарить Бога о празднике, радоваться заступницей пророка Ильи, молитвы ему все были обращены, ну и, конечно же, все молитвы были обращены для того, чтобы восстановление храма продолжалось, потому что дел еще много, работы еще много, много уже совершено. История этого храма весьма необычна. В 18 веке на этом месте была построена деревянная церковь. В конце 19 века возвели каменную, но она обвалилась. В 1909 году начали строить новый кирпичный храм по проекту известного архитектора Николая Благовещенского. Однако церковь до конца не достроили, колокольню так и не возвели, как и четыре башни на крыше храма. Помешала Первая мировая война, когда все средства в стране были направлены на нужды военного ведомства. Расписать церковь также не успели. Несмотря на это, в храме до 1930 года проводились службы, а затем советские власти его закрыли и устроили в здании совхозный склад. Покровская церковь постепенно разрушалась от дождя и ветра, а также от варварской деятельности людей. Это русский стиль, очень сложная работа, богатство деталей, богатая композиция. В общем, архитектор был такой, как сказать, очень смелый, решительный, очень много чего применял. И самое интересное, что он здесь применил уже монолитные бетонные своды. Это один из ранних, наверное, примеров применения этих сводов. Они себя полностью оправдали, потому что в годы лихолетия, когда храм был разорен и стоял без крови, они сохранили его. В 2007 году церковь, входящую в список порушенных святынь Московской области, передали Дмитровскому благочению. В 2008 году ее начали ремонтировать. Были восстановлены четверик и купол храма, установлены кресты. Однако из-за нехватки средств работы были приостановлены. В октябре 2017 года они возобновились. Время проводили как раз в сборе средств для продолжения строительства, укрепления основных конструкций, чтобы остановить разрушение. И вот был положен кирпич в фасаде, с другой стороны, правда, храма. И собираемся пока закрыть кирпичом фасад храма, полностью обойти. Самое главное, сейчас мы подготавливаемся усиленно к тому, чтобы уже ремонтировать крышу. Но, правда, это очень огромные вложения должны быть. Предстоит сейчас нам очень много работы восстановить этот самый декор, который пострадал, когда не было кровли, и вода его разбила. Но все следы есть, и есть, слава богу, люди приехали из Беларуси, строители, которые не боятся ничего делать, совершенно великолепно. Их не пугают. И у них свои руки, очень замечательные люди. В этот знаменательный день на праздник в Кикино приехала глава Дмитровского района Елена Трошенкова. Она приняла участие в богослужении, поздравила с праздником прихожан, а затем осмотрела церковь и ознакомилась с ходом работ. Денежных средств на восстановление Покровского храма катастрофически не хватает. Его строительство осуществляется за счет фонда порушенных святынь Московской области благотворителей и прихожан. Тем, у кого есть возможность помочь в этом благом деле, можно обратиться к настоятелю Покровской церкви, отцу Петру Яронову. Его можно найти во всехсвятском храме, что на кладбище Красная Горка в Дмитрове, где он также служит священником. Кроме того, деньги можно перечислить на расчетный счет. Вот реквизиты.